всем привет меня зовут илья я сел записывать новое видео и сегодня тема разговора это тембр в скобочках звук бас-гитары а точнее чтобы было понятно сразу всем я расскажу как при помощи просто руки правой и левой без использования примочек на бас-гитаре можно получать абсолютно разный отвечающий соответственно своим задачам звук тембр я не просто буду говорить и молоть языком на конкретных примерах игры супер известных супер профессиональных музыкантов покажу как добиться того или иного звука точнее я возьму звучание инструментов трех бас-гитаристов это фли джак пасториус и маркус миллер и конкретно разберу как получить этот тембр примерно конечно точно не получится получить но хотя бы примерно это можно сделать вполне любому человеку это по силам если хорошенько подумать и копнуться поглубже в проблему то станет понятно что не обязательно иметь 25 компрессоров 3 эквалайзера и миллион обработки для того чтобы получать универсальный различный звук на бас-гитаре достаточно просто знать определенные вещи определенные законы вселенной и физики и в голове усвоить как можно получать тот тембр как можно получать этот и использовать это в своей игре начну с фли всем известный бас-гитарист представлять его не стоит как получить звук примерно похожий на фли во первых стоит уяснить что основа звука этого бас-гитариста это звучание мюзик мэна плюс джаз бас это его любимые инструменты и если проанализировать и послушать этот инструмент то они имеют достаточно рыхлый достаточно мясистый обертонистый звук но этого не всегда будет достаточно на этой записи которую вы сейчас слышали это довольно старая песня перцев может показаться что фли играет медиатором ну даже опытному бас-гитаристу может показаться но я посмотрел специально записи нашедшие нашедшиеся мной на ю тубе и эту песню он играет пальцами но даже опытный человек может ошибиться и подумать опа ничего себе наверно медиатором играет такой рыхлый звук как бы как-то бас не может звучать на самом деле это игра пальцами и для того чтобы получить примерно похожий звук примерно как у фли у меня во первых обычный джаз бас стандарт со стандартной распайкой мне понадобился достать понадобилось достать из-за кромов из своих ключ для чего нужен ключ для анкера дело в том что для того чтобы увеличить обертона на бас-гитаре для того чтобы сделать звук мяснее и рыхлее можно сделать один лайфхак это выровнять гриф выровнять и сделать так чтобы расстояние между струнами и грифом было минимально это придаст звучанию мясистости что касается правой руки фли играет обычно в средней зоне это середина деки здесь получается самый яркий самый мощный звук если вы играете в середине вы получите такой наиболее громкий наиболее мощный и яркий звук и в этом есть основа игры фли это подача мощная подача плюс рыхлость звучания инструмента мощность звучанию фли придает еще штрих это влияние панк музыки на вообще самих перцев и на фли частности это не просто двойной переменный штрих а еще и панковская подача когда можно играть при медиатором в одну сторону или пальцем только одним таким образом когда мы играем штрихом это меняет подачу и звучание инструмента и фли добиваясь мощного такого полу панковского полу фанковского звучания используют вот такую технику второй человек о котором пойдет сегодня речь это всем известный жака пасторис может быть он меньше степени известен как фли так как его музыка менее доступна в плане восприятия но не менее великий а может даже и более великий об этом историю молчу первое что стоит обратить внимание это основа звука джаз бас пассивный старый джаз бас но в чем же отличие существенно от других бас гитаристов какое какое что выделяет жака его звучание от остальных сейчас уже ни для кого не секрет и каждый может быть похожим по звучанию на джака пасторис просто зная некоторые его нюансы некоторые фишки как он играл как как он добивался этого звука первое тут возникает вторая зона игры эта позиция у подставки над бриджевым датчиком дает нам довольно резкое довольно яркое читаемое звучание но при этом есть свои нюансы например в этой зоне достаточно хорошо слышны неровности игры и все косяки если например мы играем в центре или переносимся сюда здесь это все размазывается но у бриджа и в позиции жака здесь все достаточно должно быть точно эта позиция будет хороша для быстрой сольной игры для читаемого басового звука если мы начнем играть быстро например у грифа то это никто не поймет что происходит ноты не будут различаться то у бриджа на на бриджевом датчике будет все достаточно отдельно все достаточно читаемые круто и можно играть быстро какие-то пассажи у меня на гитаре стандартная распайка джаз басовка такая же как у пасториса было две громкости нековые бриджевые датчики плюс тон но там сейчас никто не пользуется особо можно вообще выкинуть но важно вот эти две ручки которые определяют тембра во многом джаз баса но по сути здесь есть два тембра первое это сбалансировано когда оба датчика работают на полную и звука достаточно максимально яркий и узнаваемый джаз басовский но пасторис использовал фишку он приглушал немножко нековый датчик вот скажем на одну шестую мы убираем и получаем характерный звук пасторисовского баса хорошей середины и читаемым читаемым быстром считаем и быстрые нотной игрой так скажем вот это все работа бриджевого датчика так что если ты хочешь получить читаемый звук а играть быстро и сольно и чтобы все это не сливалось и не бубнила и не заводилась и было все доступно то это есть бриджевый датчик и поставка позиция номер два у подставки также не стоит забывать что пасторис играл на безладом басу это тоже очень важно потому что во многом вот эта позиция и игра на именно бриджевом датчики говорит о том что пасторис тем самым добивался звука какого-то между ладом и безладом иногда было непонятно что он играет на безладе даже вот там потому что он использовал именно эту позицию когда колебание струны не такой большой амплитуды чем вот здесь скажем да и поэтому звук достаточно такой промежуточный между безладом и ладом и этом пасторис тоже пользовался последний музыкант сегодняшнем списке крутых бас-гитаристов это маркус миллер всем известный активно ведущий сейчас творческую жизнь играющие концерты и достаточно популярный тоже среди бас-гитаристов музыкант его нельзя отнести ярко какому-то определенному стилю определенном звучанию так как он использует наверно максимально широкое количество способов извлечения звуков из бас-гитары играет и мьютом и слепом и традиционной техникой и в любых частях грифа в любых частях гитары и средней позиции и у грифа и здесь везде то есть он максимально использует все художественные все элементы все краски бас-гитары и это круто в основе звука маркуса миллера лежит активные джаз бас почему активные многие многих мучить наверно вопрос почему именно активный почему не пассивный скажем да как у уже к пасту на самом деле ответ достаточно простой есть человек либо с гитарист который играет много соло в основном выполняет роль солиста в своем коллективе она а маркус миллер это в общем-то солист играет сольно вокруг него все строится телефон потом отвечу вокруг него все строится в ансамбле он как соль инструмент то здесь по активная электроника решает в плане даже такое решает в плане того что ты можешь выделить определенные частоты например если нужно в пьесе выделить средний или верха сделать вас читаемым или наоборот его приглушить здесь важно гибкость настройки поэтому многие сейчас бас-гитаристы современности которые много играют соло у них именно активные басы наверняка ты меня спрашиваешь а зачем же ты взял тогда маркус миллер если он играет всеми способами извлечения во всех зонах и и слайпом и мьютом и пальцами только пожалуй на медиатором не играть а все просто для того чтобы выделить последнюю позицию третью третью позицию для игры это в зоне у грифа здесь мы получаем если говорить о аккомпанементе глубокий приглушенный звук похоже на звук престижен баса если например мы приберем бриджевый датчик мы получим на жаз басе конкретный престижен но сейчас не об этом что же касается сольной игры то эта зона очень выгодно она похожа на игру слэпом и дает достаточно яркое читаемое и довольно сольное звучание и к тому же экономить силы если ты играешь слэпом на грифе то тебе не нужно лишние движения делать ты просто переходишь на игру в третьей позиции у грифа и получается достаточно классно сольное звучание к примеру маркуса миллера есть произведение power так называемая где он играет с слэпом мелодию но если сыграть в этой позиции просто пальцами то получится примерно то же самое то есть эта позиция достаточно хорошо подходит для сольных музыкантов которые также играют слэпом и часто можно видеть при исполнении сольных партий маркуса миллера на самом деле может показаться что я говорю банальные вещи и многие об этом знают на самом деле немногие и мало мало процент музыкантов используют максимальное количество максимальное количество скажем возможностей тембровых красочных возможности кисти и красок этого инструмента а на самом деле достаточно много если в голове настроить мозг на правильный лад научить свой мозжат мозга и правильно руки не могут без мозга делать поэтому главное в голове понять как как использовать тот или иной тембр где это очень важно в профессиональном плане потому что есть например у тебя в группе есть там духовая секция есть клавиши гитара то тебе не нужно играть много верхними средними частотами ты будешь просто залезать туда тебе проще делать жирный низ и играть например у грифа каким-то жирным звуком и настроить инструмент чтобы он был глубоким и басовым нежели он будет перекликаться с другими инструментами это важный момент и не все это понимают и здесь ты возникает проблема звучания групп или например опять же если у тебя три человека в группе гитарист вокалист и барабанщик тебе наоборот нужно мясо на наоборот нужно заполнять делать больше звука интенсивным делать звук миссис там заменять гитара даже там лишь и прочее и здесь совершенно другой подход как у фли например он играет много ярко для того чтобы заполнять все не все дырки музыки это тоже нужно понимать в общем от все что я хотел всем сказать я думаю это будет полезно и пригодится по-любому я верю в это что пригодится так что подписывайтесь на канал ставьте лайки репостите поделитесь находкой с друзьями не будьте эгоистичными всем любви пока